Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Сегодня у меня в гостях Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Иван, здравствуйте! Алексей, здравствуйте! Очень рад быть с вами, спасибо, что пригласили. Сегодня будем говорить на такие темы. Новые старые леопарды или кто же купил 50 штук леопардов для Украины? Кто отвечает за оборону Крыма и мифы о российской армии, об украинской армии, о наступлении, ну и обо всем другом, которое распространяет российская пропаганда. Об этом мы во всем поговорим сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это блиц-интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И по традиции начинаем с вопросов от россиян. Первый вопрос. Сейчас меньше стреляем по Киеву, копим ракеты на осень? Нет, просто, во-первых, у вас цели особо нету. Ну, вернее, они есть, но достать вы до них не можете, потому что в Киеве самая сильная оборона противовоздушная, которая есть на всем зимом шарике. Вот поэтому. И что смогли их леопарды? Мы их пачками подбивали. Ну, пачками не соглашусь. Один, по-моему, точно захватили. Несколько было уничтожено, несколько подбито. Но те, которые были подбиты, они отправлены в Польшу на ремонт. И в ближайшее время они вернутся. Но давайте так. Леопарды себя еще не показывали. Еще не время. А когда будет время? Когда будет пройдена линия обеспечения, минные поля, когда наши военные начнут непосредственную работу с российскими траншеями, российскими окопами и всеми теми, кто там засел. Вот тогда они себя покажут. Мой муж погиб на СВО, а теперь идут брат и сын, чтобы отомстить вам. Ну и дураки. У вас жизнь, вас рожали, вы учились, ходили в садик, мечтали о чем-то. Кто-то хотел стать космонавтом, кто-то геологом, кто-то поэтом миллиардером. В итоге все умрете в украинской земле. За что? Не за что? Вопросы интересные очень были у россиян. Ну, такие пишут. Перейдем к вопросам от украинцев. Говорят, что раненый оккупант лучше убитого оккупанта. Почему? Потому что его можно поменять на нашего пленного героя или на нашего пленного героина. Наши дроны могут потопить Черноморский флот Российской Федерации или это недостижимо? Могут потопить Черноморский флот Российской Федерации, потому что Украина получила 500 комплектов Старлинг, которые будут работать вне территории Украины. То есть потенциально наш флот составляет 500 единиц беспилотников, которые могут хулиганить в Черном море и травмировать и уничтожать Черноморский флот Российской Федерации. Почему российские военные боятся идти против режима? Они же понимают, что Путин враг России на самом деле. Ну потому что нету стержня внутреннего, боязнь ФСБ, боязнь провокации. И третье, а в Российской Федерации мало кто помнит, как это жить при другом президенте. Просто бояться. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь переходим к темам, которые я озвучивал ранее. И вот начинаем опять же с танков. Новые старые «Леопарды». Мы получим отремонтированные танки «Леопард-1», снятые с хранения в Бельгии. Давайте для начала первый вопрос. Кто же все-таки вот у Бельгии выкупил эти 50 танков? Если не ошибаюсь, это было вот немецкое правительство. По-моему, ошибаюсь. Там была какая-то сомнительная история. Сначала продали, бельгийское правительство передало эти танки по 15 тысяч евро за штуку. Я-то, наверное, купил бы. Мы собрались бы с друзьями, в складчинку купили, вместе бы ездили в ЖЭК спрашивать платежки. И спрашивать в дуло заглядывать. Сколько, сколько, сколько теперь за тепло, сколько за электричество. Я думаю, был бы дисконт. Потом бельгийское правительство захотело выкупить их обратно. Им озвучили ценник в 500 тысяч евро за каждый. Не согласились. Но, по-моему, Ринметалл, кстати, выкупил эти танки. И вот они будут переданы Украине. Да, там усовершенственная оптика. Есть броня, можно там доукомплектовать их. В сравнении с Леопард-2, конечно, не такие продвинутые. Но нам нужны рабочие лошадки. Очень много. Потому что они постоянно портятся, постоянно травмируются, повреждаются и уничтожаются. То есть это не хлам? Это не такое, как россияне получали из трех танков, лепили один? Абсолютно с вами согласились. Это не хлам. Ни в коем случае нельзя говорить, что это хлам. К ним идут снаряды. Да, там дробь, по-моему, 105 миллиметров калибра. Короче, в любом случае, они укомплектованы хорошей оптикой. На них можно поставить еще тепловизоры, которые, кстати, сейчас вряд ли будут ставиться в ближайшее время на российские образцы. Потому что вот сгорел этот завод, вернее, производство оптики в Московской области. Будут проблемы с поставкой оптики. Будет там где-то тянуть из Беларуси, наверное, на российские танки. Но в любом случае, это очень неплохие танки. Если сравнивать с тем, что у нас ничего нет. Они нам очень нужны. США поставят Абрамсы М1А1. Чем они хороши? В чем нюанс этих танков Абрамс? Там газотурбинная установка, она другая от того, с чем привыкли работать наши механики. Она другая, она отличается от тех двигателей, советских, немецких двигателей. Другое. Не говорю, что она хуже, не говорю, что она лучше. Оно другое. Не знаю, представьте себе, всю жизнь ездить на москвичей, а потом пересесть на Мерседес. Вроде бы четыре колеса, сиденья, руль. Ну, другое. Просто другое. Руль тот же. Ну, такой же круглый, да. Сиденья такие же по форме. Ну, другое. Все другое. И ощущение другое. Точно так же танки Меркава, израильские. Это другое. 30 танков, даже 31 танк нам очень-очень нужны. Я рассчитываю на... Так, в Сити такой хороший пример был. Эффект репки. 30 сейчас, 20 потом, еще 30 потом, еще 35. Про Хаймарса, мы же даже уже не считаем, сколько их приехало. Я после, по-моему, 36 единиц уже перестал считать. То есть, Украина будет обеспечена танками и сможет очень удачно продолжить свое наступление. Я рассчитываю, что танки, которые будут повреждаться, они будут быстро ремонтироваться. Вот Польша нам очень сильно в этом помогает. Они повредили, вот сейчас их ремонтируют, они снова вернутся. В Российской Федерации с ремонтом будет каждым месяцем все тяжелее и тяжелее. Просто потому, что железяки ставить можно, а вот оптику, систему прицеливания, тепловизоры... С этим все сложнее и сложнее. То есть, танки ночью будут слепой. Давайте следующую тему. Кто отвечает за оборону Крыма? В ИСУ повредили Крымский мост, Чангарский мост. Повредили там еще какой-то сопутствующий мост. Потопили десятки десантный корабль, танкер. Как будут получать снаряды и продовольствие россияне в Крыму? Пока получают. Говорить о том, что полностью линия обеспечения разорвана, ну не приходится. Адекватно в самом деле люди, мы видим, что поставляют. Крымский мост изрядно поврежден. Мы знаем, что украинская контрразведка СБУ очень активно похулиганила в Черном море, повредила опору этого Керченского моста. Смотрите, каждый день что-то там прилетает. Какие-то склады, какие-то мосты. Наши граждане уже даже перестали считать эти прилеты. Ну, прилетело, так прилетело. Когда будет что-то такое большое, условно, мамочка, мамочка, пора убегать, пока не поздно. Вот тогда и зовите, тогда будем смотреть. А так уже неинтересно. То есть, а это все нарушение логистики, еще раз, ритмичности поставок боеприпасов в российские моккупационные войска. Кто сейчас ответственный за оборону Крыма? За поставки, за ритмичность? Никто. Когда пошли повреждения Керченского моста, местная администрация заявила, что почему здесь мы вообще за оборону моста не отвечаем, мы только за административное управление Крымским полуостровом, все остальное не наше. То есть, отвечают войска. Мне трудно сказать, какой именно там командир, в каком звании, но военные отвечают, потому что Керченский мост оборонялся очень сильно и продолжает обороняться, и будет еще больше обороняться. Там ставятся буи специальные, противодроновые, будут корабли стоять. Я уверен, что для российской армии намного приемлемее пусть Украина потопит какой-то катер, чем будет повреждена опора Крымского моста. Поэтому будут там и противовоздушные комплексы стоять, и Ченгарский этот мост, там точно так же будут пытаться укрепляться, и будут понтонные переправы наводить. То есть, работают. И что будет происходить? Вот нарушится ритмичность поставления. Что дальше? Поставки? Расчет такой. Сбить ритмичность. Максимально ограничить. Понятно, что пока нет перспектив полностью отрезать Крым от пути сообщения, что приехали боеприпасы, техника, свежая сила. Всегда как-то красивыми тропами можно переправляться. Если бы, условно, Крым соединялся с материковой Украиной таким же самым мостом, то, конечно, чтобы там направили все силы, не знаю, 550 дронов, просто один раз уничтожить мост, чтобы ничего больше не переправлялось на материковую Украину. Но там много переправ. К сожалению, разные переправы, есть разные глубины, можно наладить поставки. Задача такая. Сорвать ритмичность, обрезать поставки боеприпасов настолько, насколько это возможно, и облегчить положение украинских военнослужащих на, например, Херсонском направлении, на Запорожском, чтобы российским военным меньше было чем стрелять, меньше чем обороняться, чтобы меньше боеприпасов не приезжало, и таким образом выиграть вот эту вот локальную битву. Давайте теперь поговорим о мифах. Давайте для начала мифы, которые создают российская пропаганда, начнем о мифах пропаганды АВСУ. Миф о наступлении. Если наступление Украины медленное, цитирую, значит его нет. Наступать нужно, выбегая из обкопов с криком «Ура!». Это глупая тактика. Это провокационная тактика, потому что когда ты выбегаешь из обкопов с криками «Ура!», за кого не бегали вообще? За Сталина, которого не видели, которых постоянно морил голодом, и убивал в концлагерях, в ГУЛАГах. Это провокация. Подставляться под пулеметный огонь противниками, бежать по минным полям. Хочется сказать, «Шурик, ну это ж не наши методы, мы же так не работаем». Есть огромные линии обеспечения российских войск. Вот 5, называется, километров, 15-20 были такие цифры минных полей в глубину. Понятно, что с той стороны минных полей следят российские военнослужащие, которые видят наши танки, нашу технику, и понятно, когда мы останавливаемся у минных полей, они начинают в нас там стрелять. Из артиллерии, авиации, вертолеты, самолеты, понятно, что продвижение тяжелое. Я поясню, кстати, почему наши военные отказались от тактики, которые учились у западных стран. Какое-то время наши военные учились, а сейчас попробовали ее, она не сработала, отказались. И на Западе многие комментаторы восприняли это как слабость, это было подхвачено российскими комментаторами. «А, да, мы говорили, видите, все провалилось». Поясню. Простой, очень такой базовый пример. Вспоминаем, нечестно, такой пример, голливудское кино. Даже не боевики, а военные что-то. Там, когда, «Чарли, я браво, я нахожусь на позиции, вызывая огонь, артиллерии, воздушную поддержку». Прилетает авиация, и просто перед пехотой все уничтожает, все поле, сотни гектаров, ничего нет. Прилетает «Мэворик», с гусем, «Топган». Все, просто уничтожают, авиацию противника нет, на полях она все уничтожена, заходит пехота. У нас, при восходстве авиации, нет, вообще от слова совсем. Да, у нас есть авиация, но не столько, сколько есть у россиян. У нас нет превосходства в артиллерии, поэтому западная тактика не работает, вынуждены пешком, буквально на пузе, разминировать сантиметр за сантиметром. Напомню, что в среднем, даже не в среднем, такая заминированность территории Украины, вот в этих участках, 1500 чертовых российских мин на каждый квадратный километр нашей территории. Поэтому все происходит медленно, но медленно это не означает, что неэффективно. Медленно эффективность будет потом. Все наверстается чуть позже. Напомню напоследок, что высадка союзников в Нормандии тоже была не за один день. Это в кино показано, как они там высадились. Утром высадились, вечером уже шли где-то по Нормандии, обнимали французских женщин, пили французское вино и ели там стыр французский. Все было очень долго, тоже несколько месяцев длилась оборона. Следующий миф о ВСУ. Российские линии обороны непреодолимы до вооруженных сил Украины. Там все залито бетоном и заминировано лучше, чем линия Мажино. Точно так же считали немецкие военнослужащие, фашистский рейх, когда создавали западный вал, даже создали медаль такую за строительство западного вала. на территории Франции туда от высадки союзников. Как видите, рейх упал, второй фронт был открыт. Да, тяжело, трудно было преодолеть эти препятствия, но они были преодолены. Здесь тоже, я думаю, что будет все преодолено. В любом случае, мы видим продвижение неспешное, методическое, но оно есть, продавливание. Будет продавливание российской обороны. Мифы давайте теперь армии России, то есть наоборот, как российские пропагандисты хвалят, это, наверное, даже интересно. Давайте, это интересно, мне нравится. Все российские удары точно в цель. Ха-ха-ха. Пойдем, давайте, по практике. Мы видели в начале войны, как то бравое российское вооружение, точное вооружение, залетало в украинские дома, потому что не могло попасть в жилые дома, потому что не могло попасть по военным объектам. Да, мы признаем, что в Киеве, в ряде других городов Украины, в центре городов находятся военные объекты, разные там, вонские части, какие-то конструкторские бюро, но российские ракеты не в состоянии в частях в случае прилететь точно, потому что они криворукие, потому что они не учитывают много факторов, например, высокоэтажную застройку, да, или, например, в начале войны, такой ключевой показатель для меня был, помните, в самом начале войны попадание российской ракеты по касательной в жилой дом в Киеве, есть много видео, жилой дом находится, вокруг него нет ничего, никаких военных объектов, но, как оказалось, лет 20 назад на этой территории были военные объекты, склады, мы их благополучно во время независимости продали, построили жилые дома, но Российская Федерация не удосужилась перепроверить, что находится там, взяли советские карты и ударили по надежде, что там есть военные объекты, и второй пример, это рыжий лес, господа россияне, ваши военнослужащие пользовались картами 83-84 годов, окопались в Киевской области в рыжем лесу, на который даже смотреть нельзя, потому что он еще 24 тысячи лет будет загрязнен изотопами, полонии, все радиоактивные материалы, которые попали туда, в результате аварии на Чернобыльской АЭС, но ваши военные говорят, мы же ничего это не видели, у нас же карты 83-84 года, авария была 86, это вам еще по поводу качества подготовки ваших военнослужащих и качества обучения. Сейчас качество изменилось или так же хромает? Поясню, давайте такой большой пример вам дам. Западные страны смотрят, нет, страны востока, глобального востока и глобального юга смотрят на это противостояние, они пытаются понять, чье оружие лучше, западное или все-таки российское, вот, например, Мьянма, Лаос, Бирма, Вьетнам покупают много российского вооружения, Индия вертолеты хотела купить, потом в начале войны отказалась, отбросили. Сейчас у них вопрос, а западное оружие лучше российского или российское лучше? Российское дешевле, но западное выходит, что лучше по своим качествам, но обратите внимание, к чему я веду, в большинстве случаев наши военные воюют старым советским оружием, калаши, какие-то там басилек, минометы старые, танки, Т-72, Т-80, что-то отжатое у россиян, и в понимании вот этих вот стран, да, украинцы бьют, дают по трусам российской армии с использованием советского оружия или трофейного российского, то есть вопрос даже не стоит в превосходстве техники, техника одна и та же, но эффективность ударов у украинцев лучше, это говорит о том, что школа, украинская школа подготовки военнослужащих намного лучше, чем школа подготовки российских военов, да, есть к чему стремиться, есть масса недочетов, пробелов, изъянов, но фундаментально, концептуально, наша школа лучше российской. Следующий миф о российской армии, Артемовск, то есть Бахмут, теперь навсегда с Россией, теперь это российская крепость, вот, цитирую просто. Ну, давайте так, Украина обороняла Бахмут, а Российская Федерация пыталась захватить Артемовск, Артемовск, это старое советское название, мы не живем в мире некрофилии, Российская Федерация очень любит почему-то всякую некрофилию, когда там Ленина положили, мавзолею, вокруг тупо ходить, целовать мощи святых, вешать три флага Российской Империи, Российской Федерации, Советского Союза, они три одновременно висят, но просто в голове не укладываются, господи, у вас что-то там, какая-то стекловато в голове, поэтому Бахмут, почему Люду захватывали с советскими намерениями, города уже нет, город полностью уничтожен, вы захватили руины, вы ничего на нем не сможете создать, потому что его нет, у вас всегда получается дерьмо, ветки, и оно всегда рушится, даже автомобиль создать не можете, вы долбанный телефон сами придумать не можете, не можете распилить айфон, там и создать его аналог, у вас денег было больше, чем Украина в десятки раз, вы не смогли это сделать, вы город отстроить не сможете, но мое искреннее, моя искренняя вера, это я не пытаюсь кого-то убедить, я искренне в это верю, что Бахмут это последний город, который Российская Федерация смогла захватить в этой войне, ну захватить и уничтожить, но сейчас уже идет отрицательное наступление российских служащих из-под Бахмута. Давайте дальше по мифам, мифы о непобедимости России, опять из шоу пропагандистов, ядерная держава не может проиграть войне, это говорят по телевизору, но я почему-то вспоминаю Афганистан, Вьетнам, разные страны, любят ядерные. Это все клише, это все клише, это пытаются победить путем угрозы, это все равно, что, например, мы с вами будем бороться на ринге, а я буду кричать, я не могу проиграть только потому, что у меня Мерседес, я не могу проиграть, к чему какое-то отношение имеют, мы боремся здесь и сейчас, если будете меня побеждать, я вас перееду Мерседесом, просто раздавлю, понятно, что когда я такие вещи заявляю, это значит, что я уже проигрываю. И вот в этом моменте очень, я приведу пример, мне очень понравилось, я не могу ее не озвучить, отряды Путина, да, я всегда на этих бабах смотрел, мне присылают, я там удаляю, посмеяли, все, но последний раз, это был понедельник, я случайно открыл, я четыре раза пересмотрел это обращение отрядов Путина, эти бабки, что меня триггернуло, в этих, в этом сообщении опять те же бабули стоят, кроме рыжей, и они кричат, Зеленский, сдавайся, Зеленский, ты проиграл, сдавайся, пока не поздно, у тебя последний шанс, я понимаю, когда сторона, если сторона выигрывает, одна, никогда один борец не будет кричать другому, сдавайся, если у него есть силы, он будет душить, будет выходить на болевой, или боксер, я никогда не слышал, чтобы Виталий Кличко, или Владимир Кличко, на рынке, когда там дерутся, кричал, сдавайся, иначе я сейчас тебя как ударю, ты упадешь, сдавайся, нет, есть силы, ты бьешь, ты молочишь, сил нету, ты пытаешься передавить противника на сдачу, и еще к чему веду, что если это маленькие, вот эти бабки Путина, это значит, что этот сценарий спущен был, из районной администрации, или из областной администрации, а областная администрация получила его, возможно, вот областное управление ФСБ, областное управление ФСБ получила, то есть администрация президента Арефии, то есть мы видим, как Российская Федерация выходит даже не на болевой прием, а на выдох, Зеленский сдавайся, потому что у нас нет сил, если ты сдашься сейчас, будет легче нам сейчас, мы, ну не на последнем издыхании, но наши силы на исходе, я так-то прочитал. А если перевести этот момент на Украину, вот Россия угрожает постоянно ядерным оружием? Это удел слабаков, в ядерном клубе принято такое негласное правило, это как туз в рукаве, все знают, что у каждого сидящего за столом есть туз, но по правилам, негласным правилам клуба, его использовать нельзя, кто будет использовать туз из рукава, автоматически выпадает из этого клуба, нужно играть по-честному, то есть ядерное оружие, это аргумент слабой стороны, нечем победить, используешь ядерное оружие, ну украинские военные не сосредотачиваются в кучками, да там по 5-10 тысяч человек, чтобы можно было сразу бросить, оно прилетает, все в хлам, они разобщены, они в разных территориях, и нужно использовать много тактических ядерных зарядов, но Китай четко сказал, ядерное оружие табу, будет ядерное оружие, не будет поддержки вообще, от слова совсем. То есть Китай держит два туза, один для себя, другой для России. Да. И мой самый любимый по поводу непобедимой России. Армия России, вторая армия мира после НАТО, это вот до 24 февраля, мы все этот миф видели, теперь на российском телевидении признают, что да, они уже там третья армия, потому что есть НАТО и отдельно выделяют США или Китай, может быть четвертая. На самом деле, Россия сейчас какая армия, вот если вот не брать ядерное оружие? Люди, трудно посчитать. Считают по разным параметрам, это настолько очень субъективно. Мы прекрасно понимаем, что какая, как бы они себя не называли, там, первой полуторной армией мира, там, четвертинка с половинкой или посерединке, но уже больше 530 дней российская армия никуда не продвигается, только получает по трусам. Еще раз, для подсчетов армии не используются только количественные характеристики, например, количество армий, да, там, у вас 700 тысяч, а у нас 650, значит, мы на втором месте. Это комплекс факторов, это скорость реакции на, там, какие-то внешние факторы, возможность развертывания или перебазирования флота, там, из разных частей мира, там, конкретную локацию, переброску войск быстрого реагирования или сил быстрого реагирования. Но, но если, опять же, играться в эту игрушку, то я думаю, что российская армия, ну, первой десятки, но ближе к десяти, вот там, девять, десять, ну, мое такое субъективное мнение. А украинское? Понятно, с западным оружием и с возможностями ремонта западной техники, которая нам предоставляет на территории. Без пафоса, без там лишнего патриотизма. Мы там самые лучшие. Такого опыта, который есть у украинских военнослужащих, нет ни у одной страны мира. Ни у Саудовской Аравии, ни у Соединенных Штатов, ни у Японии. Все их опыты, они теоретические. Это вот, да, показывают там, китайская армия, разворачивают там, с тем, залпы огня, стреляют, бежит, но практический опыт есть только в Украине. Если мерить практическим опытом, Украина номер ван. И последний вопрос. Чем будет небо над Украиной? Кремль создает, говорят, воздушную армию около 300 самолетов разных типов, в разном состоянии, 350 вертолетов. Это правда вот это вот количество? Такие цифры называются. Ну, вопрос, а из чего будут эти созданы вертолеты? Из кого с чего? Из какого, из каких палок и из какого другого ингредиента? С чего они будут создаваться? Если до этого не было создано за 20 лет там, огромные тысячи вертолетов, они идут, что-то на сотни, по-моему, на 300 единиц, авиации там тысячу, по-моему, единиц, но это со всеми, это с транспортной, учебной, мы не видим доминацию российской, авиации Российской Федерации в небе Украины. Они есть, но только на длине фронта. Российской авиации нет над мирным небом. Киева, слава богу, Днепра, Харькова, Львова, потому что на каждый такой российский лон есть западный прием в виде серьезных и шикарных систем противовоздушной обороны. Говорят даже «Стингеры», не прочь подбить российский самолет или вертолет. Ну, конечно, если до него можно дотянуться, он обязательно будет подбить, поэтому российская авиация находится порядка на удалении там 5 километров от линии фронта, чтобы там стрелять по нашим танкам и не подлетать близко. Очень страшно. И вот даже российские военкоры, авиаторы, они пишут, что когда заходите на территорию Украины, нужно опускаться там 20 метров, возможно, даже и ниже, потому что если выше, шанс поражения очень-очень велик. F-16 изменили бы ситуацию? Я думаю, да. Я думаю, они изменят. Поясню, почему. F-16 позволит решать несколько вопросов. Первое. уничтожение наземных целей, которые находятся на земле, это те же вертолеты, например, которые базированы, это там самолеты, которые в Луганской области или в Бердянске находятся, и уничтожение российской авиации, которая летит, бомбардировать, обстреливать территорию Украины, те же вертолеты, те же самолеты в воздухе уничтожают. То есть я думаю, что небо будет очень сильно защищено. Ну и тем более от российских крылатых ракет, которые запускаются, от шахедов точно так же. То есть это дополнительная защита. А позиции россиян или корабли в Каспии, например, может авиация F-16 может их поражать? Я думаю, нет. Даже если такие ракеты будут у нас на вооружении, мы не можем использовать. Опять же, по текущим договоренностям мы не можем их применять против территории Российской Федерации в границах 1991 года. Все остальное, пожалуйста, стреляем. Давайте перейдем ко второму блицу от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить предложение. Я собрал в кучу все, что можно объединить одним заголовком. Чего боится Путин? И вот первое такое предложение, которое предлагают нам зрители. Путин боится быть арестованным, потому что... Продолжите предложение. потому что его расстреляют, Причем свои же. Если он будет арестован своими же, его постараются ликвидировать, чтобы скрыть все то, что было в предыдущие 20 лет, с кем он работал, чтобы он не давал показания ни в коем случае. А так мертвый Путин, он уже хороший Путин для своего бывшего окружения. Путин боится предательства. От кого именно? Во-первых, от Сергея Кириенко. Я уверен, что он боится его, потому что хитрый, затихаренный, очень продуманный, очень умный, образованный технократ, который может первым очень сильно предать. Интересно. Путин боится, что умрет раньше, чем... Чем? Продолжите фразу. Чем закончится война в Украине, победа Российской Федерации. То есть он боится. Для него важно. То есть он хочет победить в этой войне и увидеть плоды своей победы. Поэтому увидеть поражение он боится больше всего на свете. Застрелится сам? Я думаю, застрелят. Он трус. Он трус, он не сможет. Он не сможет застрелиться. Хотя, говорит, офицер. Какой он офицер? Чисто крыса. Путин боится услышать это по телевизору. Зеленский на Красной площади с заложенным на танке. Иван, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень известная аналитика. Хорошего дня. Ждем победы Украины. Спасибо. Игорь Негода. Учения. Спасибо.